Очень благодарен ребятам, прежде всего за характер, дорогого стоит выиграть 2-0, выровнять игру в сложных условиях, погодные условия. Душно, очень жарко, проявили характер, где-то были даже немножко ближе к победе, сразу сравняли счет 2. Во-первых, гол в конце первого тайма дорогого стоит, потому что возвратились в игру и появился шанс 2-0, сложновато было бы сравняли. И тут же сразу у Сердюка был момент, который реально должен был закачиваться, взять ангару. Ну, в принципе, и у Кубани были такие полумоменты, подходы, все. Ну, наверное, результат ближе к ничей, закономерно. Обе команды стремились до последнего. Кубань шла большими силами атаковать. У нас были возможности для того, чтобы организовать при таком количественном составе Кубани, которые пошли уже ва-банк. Были взломы, все. Там могли бы быстро атаки реализовать. Ну, в момент все равно, наверное, закономерно мяча. То, что касаемо забитых мячей в наши ворота, элементарные ошибки, потери мяча в центральной зоне. Надо было там выходить защитниками, согласованным действием. Не вышли, все. И два мяча в центральной зоне, все. Ну, разбираться будем, работать. Так, молодцы ребята, я очень благодарен им за его. Пожалуйста, вопросы? Здравствуйте. Номинальный защитник Махмад Наим Шарифи, он был одним из самых заметных лиц в вашей атаке. В первом тайме, в начале второго. Почему он был заменен? Изменили рисунок, решили? Есть усталость его? Ну, вы видели, что Шарифи проделал очень большой объем скоростной работы на фланге. На фланге большой объем. И впереди создавал моменты. И возвращался назад, заковал зону. Ну, он, естественно, подустал уже. Подустал, и здесь нужно было освежить. Потому что вторую игру у нас составит только Молодцов играет, тоже подустал. И здесь фланг наш справа начал немножко проседать. Все, и поэтому свежего игрока тут набили на эту позицию. С оборонительными функциями. Потому что Семенов, который вышел в позиции крайний полузащитник, он вообще так крайний защитник. Поэтому тут нужно было уже более строго закрыть эту игру. Не знаю. Как бы результат всегда пройдет. Наверное, все ли может тоже так сказать. Хотя, мне кажется, все равно команда выложилась на полную. И, на мой взгляд, все равно заслуживала победа. Я думаю, что мы не на голову, но были лучше соперника. И мы в качестве игры должны были какой-то момент реализовать игры. Но, к сожалению, у него не получилось. Поэтому, очень обидно, что они смогли выиграть. И порадовать болельщиков большое количество пришлось побежать. Спасибо им. Но надо принять яд поражений. В такое время, рано или поздно, будет устойчивость организма. Будет противояднее против таких результатов и такой ничьи. Поэтому, очень обидно, досадно, что они смогли довести начатое дело до победы. Но, еще раз, результат говорит о том, что ничья, значит, закономерно. Жанство, вопросы? Ингел Ильич, команда вела со счетом 2-0. Но пропустила сразу в конце первого тайма, в начале второго. Это связано с расслабленностью? Или это просто так, с течения обстоятельств, моменты так сложились? То есть, какая-то причина, на Ваш взгляну? То, естественно, квалифицированно сыграл соперник на первый мяч. Ну и второй, может быть, да, когда фланговая подача, это острые вещи в футболе. Вот соперник попал в сетку как надо. Поэтому я не думаю, что здесь или какой-то раз, ну, не концентрация. Ну, вот какие-то моменты сейчас, к сожалению, мы не можем. Мы очень много пропустили ошибаться мячей. Иногда, иногда нелепые залетают мячи. И иногда ошибки, просто каждая ошибка наказывается. Возможно, что-то недорабатываемое, где-то не хватает нас, никаких вещей для того, чтобы предотвратить в последний момент ошибку. Или исправить эту ошибку. Поэтому, как бы, естественно, анализ, что происходит, как. Мы ищем все равно баланс и в обороне, и в атаке. Но мы очень много создаем моментов. Каждый матч мы кучу моментов имеем, но не всегда их можем все реализовать. Поэтому, единственный выход, это как бы продолжить начатый путь. И все, как бы, переварить. Принять, еще раз говорю, неудачные результаты. Отвечать за них, как бы, и продолжать двигаться дальше. Я думаю, что в тяжелые моменты, как бы, нужна, наверное, поддержка. И она есть со стороны болельщиков. Но хотелось бы, чтобы вокруг клуба те люди, которые имеют возможность какой-то помощи клубу, тоже повернулись к команде лицом. Вот, чтобы они... Я недавно прочитал, да, один большой клуб, когда там происходит неудачный период, да, то в этом клубе начинают все объединяться. И команда, и руководство, и болельщики, и всех тех, кто вокруг клуба. Вот, мне кажется, сейчас тяжелейшее время для Кубани. И болельщики с командой, как бы, все вокруг должны тоже быть с командой. Особенно люди, которые могут кардинально или реально влиять на судьбу. Куба. Те, которые могут принимать серьезные решения. Хотелось бы, чтобы они тоже, как бы, были с нами и помогли команде. Да, Светлана. Когда сможет? Кажется, тюбин. К сожалению, у него два дня температура, 39, вот, ангина у него. Не знаю, как бы, сейчас попытаемся его привести в норму. Вот, такая вещь, которая опасна, потом может дать осложнение. И, после ангины, нагружать организм футболиста не нельзя. Посмотрим, как он будет чувствовать себя перед игрой с Аспартаком. Да. Сейчас это сложно. Опять-таки, да, ангинация, два матча, встречу и деда. А какой, извините, физическую способность команды? Ну, понятно, что тяжело. Ну, как бы, люди, допустим, несколько дней тренируются, потом выходят, о, обухо болел. Там, у Олега проблема, есть микротравма. Соответственно, как бы, люди пропускают тренировки, но выходят на матч. Тяжело сейчас. Понятно, что команда не в оптимальных кондициях, но этого не может быть, потому что, как бы, ограничен состав. И пытаемся как-то стабилизировать, чтобы он какую-то угрозу представлял максимально подготовленных людей. Но и в то же время, все-таки, качество, чтобы было мастерство, как бы, совокупность мастерства нашей команды. Ну, норма, как бы, высокого уровня команды. То есть, те люди, которые выходят, это футболисты, которые прошли школу премьер-линии. Поэтому у нас нет сомнений в квалификации этих игроков. Но состояние, ну, от матча к матчу разнится, потому что некоторые футболисты не могут успевать восстанавливаться или иметь микроповреждения, соответственно, дополнительное время на восстановление. То есть, если ты не тренируешься, то поддерживать состояние спортивной формы очень сложно. Только за счет матчей. Но сегодня мы сделали две вынуждения замены, потому что уже футболисты просто не выдерживают. Того ритма, в котором сейчас команда живет. Игорь Ильич, вы уже сказали о том, что мы действительно очень много пропускаем. Впереди матч с остро атакующей командой, с московским «Спартаком». Может быть, есть ли смысл как-то попробовать изменить схему, сыграть больше от обороны, насытить оборону, чтобы отработать новую схему? Я уже как-то вам говорил, да, и еще раз повторю, что сама схема, она роли не играет. Будет четыре защитника, пять или три. То есть, все, что происходит в обороне перед нашей штрафной, это очень предсказуемые вещи. И то, что отличает действительно команду гибкую от команды, которая не гибкая, это именно действие в обороне, в атаке. Потому что именно там идет максимальная ротация игроков, максимальный креатив там. В обороне никакого креатива не может быть, там постоянно математические вещи, страховка, выход на игрока. И в зависимости от того, что пять будет, четыре или три, это просто выбор тактики на определенный матч. То есть, мы попробовали, допустим, если вы обращаете внимание, анализируете наши матчи серьезно, то иногда мы отказываемся от прессинга вверху, как было 7-7, потому что состояние команды не было важное. И как бы мы не понимали, что не сможем в таком ключе интенсивно провести весь матч. Но когда ты не оказываешь давление наверху, да, соответственно, это давление потом ощущает оборону. И если анализировать матч с Енисеем, то мы очень мало создали там. Хотя первый тайм не позволили ничего сопернику, но рано или поздно это давление возрастает, футболист утомляется, и в конце соперника Енисеем имел 2-3 момента очень серьезные. Поэтому если очень сильно, если отказаться от контр-игры или серьезной, допустим, своей игры, то можно не найти что-то новое, но потерять свою. То есть все равно команда должна, по крайней мере, такая команда, как «Убайн», она должна придерживаться какого-то определенного стиля и своей игры, философии своей игры. И независимо от того, что приедет парад, да, приедет чемпион, но бояться здесь и в Краснодаре на своем стадионе, мне кажется, нет смысла. Нужно продолжать, совершенствовать свою игру, я согласен, искать какие-то возможности там внутри. Но еще раз говорю, схема не имеет такого решающего значения. Абсолютно нет. Позиции игроков имеют значение, роли игроков, задания игроков на конкретный матч, там, да, там много нюансов, но сама схема ничего не дает как такового. Идея, идея должна. А идея, она как бы культивируется от каждого матча. Наоборот, интересно будет, я думаю, что болельщикам посмотреть, как мы сможем сыграть с чемпионом страны.